Деньги Хоп Деньги Хоп Класс! Я даю вас много. Хочу сразу сказать, что танцевать Деньги Хоп явно намного спокойнее, чем я вам рассказываю, но я попробую. Сегодня я хочу вам рассказать о своем хорби о танце Деньги Хоп. Потому что это неиссякаемый источник хорошего настроения, новых знакомств и активного отдыха. Мне кажется, что нечестно скрывать Деньги Хоп от широкой аудитории, потому что, возможно, кто-то из вас это тоже принесет радость или станет неотъемлемой частью вашей жизни. Давно я мечтала найти интересное хорби, но все никак не получалось. С детства занималась разными видами танцев, но рано или поздно это заканчивалось. Пока, несколько лет назад, я не открыла для себя Деньги Хоп. В НИПе, к сожалению, этот танец находится на деграунде, но я уверена, что более чем достоин от того, чтобы о нем узнало больше людей. В 90% случаев, когда я говорю, что танцую Деньги Хоп, люди переспрашивают, что что ты танцуешь? Это как хип-хоп, да? И я снова и снова объясняю, что это такое. И надеюсь, что после сегодняшней векции вы уже точно будете знать, что такое Деньги Хоп, и, возможно, даже сами расскажете, как будто об этом танце и стиле жизни. Деньги Хоп — это это танец, который появился в 20-е годы в Нью-Йорке, как смесь структурированного европейского танца и импровизации под геучие афро-берганские ритмы. Своей популярностью танец оказан музыки «Свинг», которая диктовала настроение. «Свинг» — это направление джазовой музыки, но он более ритмичный и живой, поэтому отлично подходит до танцев. Вдохновителем «Свинга» был всем нам известный Ли Армстон. Благодаря своему таланту в импровизации он смог объединить Нью-Арлианский джаз и музыку больших оркестров в бетро. Направление было настолько популярным, что в 20-е и 30-е годы американской истории названы «Эли Свинга». В это время в США средствовала сегрегация, разделяя общество по принципу «РАС». Но, к счастью, в Нью-Йорке существовал «Островок свободы» — это квартал Гарлем. В нем не действовали законы сегрегации. Сюда стекались самые лучшие и талантливые представители черной культуры. Они сочиняли и играли музыку и придумывали новые танцы. Гарлем был поистине оплотом для самовыражения афрофериканцев. Главным оплотом Линди был клуб «Собой», который вмещал 4000 танцующих и 2 больших бэнда. В «Собое» проходили танцевальные вечеринки, соревнования и марафон. Существует классная легенда о появлении Линди Хоба. В 1927 году был осуществлен первый беспосадочный трансатлантический перелет из Нью-Йорка к Париж. Пилотом по фамилии Линдвер. В это время пресса записклила заголовками, и один из них звучал как «Линди Хоббс the World». Линди перепрыгнул мир. Во время одного из очередных марафонов корреспондент поинтересовался у танцора «Как же называется ваш стиль?». И тот, не растерявшись, ответил «Линди Хобб». Этот стиль был популярен до 40-х годов, а может он сформировался в другие направления, такие как «Твист» и «Рок-н-ролл». Но, к счастью для нас, в 80-е годы танцоры из Швеции, Британии и США решили восстановить по архивным записям «Линди Хобб». К сожалению, коммуникация была довольно слабая, так как интернета в «Линди Хобб» не было, но танцоры нашли легенду 20-х годов из клуба «Совой» Фрэнки Мэйнинга, который, кстати, в то время работал обычным бочтальоном, и с первых уст узнали, как же все-таки танцуется оригинальный «Линди Хобб». Благодаря их энтузиазму и упорству мы сегодня можем наслаждаться «Линди Хобб». Спасибо им. Ну и после небольшой исторической сравки, пожалуй, самое время узнать, чем же так классный «Линди Хобб» и почему вам стоит его танцевать. Танец состоит из простых базовых движений, которыми под силу обладает хажер. Здесь не нужно никакой специальной техники исполнения, всего лишь стоит понять пару базовых принципов взаимодействия и движения в паре. Этому танцу все равно какого бы телосложения и возраста. Главное – любить музыку и кайфовать на нем. В танце, менеджер, и много есть вариаций. Поэтому вы всегда можете сказать «Я художник, я так не люблю». Основой «Линди Хобб» появляется импровизация. То есть вы всегда можете… Ваша свобода в движениях и развитии ограничена всего лишь вашими желаниями. Это социальный танец, который танцует для своего досуга и хорошего настроения. Здесь нет правила предназначения только мужчины, и нет постоянных закрепленных партнеров. Поэтому вы можете не переживать, что нацистское личного партнера омрачит ваш вечер. Кроме тренировок в «Линди Хоббе», где различаются танцевальные фигуры и их связки, основным элементом этой танцевальной культуры являются вечеринки. «Линди Хоббер» собирается вместе, чтобы потанцевать ваш любимую музыку, отрепетировать какие-то обученные элементы и просто пообщаться. Все в то время года проходят open-air в банках или общественных местах, и это помогает популяризировать движения. Также в «Линди Хоббе» существует «Кабаре». «Кабаре» — это подготовленное выступление, и каждый желающий может придумать танцевальный номер и выставить его на суд зрителей, на вечеринке. «Кабаре» обычно — это феерические мероприятия, потому что люди проявляют максимум харизмы, артистизма и шведской реографии. Еще мне кажется, что «Кабаре» имеет дисциплинирующий эффект, потому что у вас проявляете цели, вы работаете на результат, и вы имеете уже ответственность перед видео. «Джек и Джилл» — это соревнования с случайными партнерами. Девушки и парни устраиваются в линейке «Друг напротив друга» и танцуют на хронизацию на музыку, которую поставит диджей. После каждого трека студии случайным образом перемешивают участников, смещая линейки относительно друг друга. Например, сдвигаясь на два партнера вправо. Существует два способа определения лучших танцоров — это оценка жюри и голосование публики. Что приятно, что оба этих способа являются очень дружелюбными и стрессовыми. Например, публика голосует обувью. Если вам понравилась какая-то пара, и вы хотите отдать за нее свой голос, вы бросаете ей свой шут, а если ему очень понравилось, то даже не вам. Танцевачи лагеря, кстати, один из них канадский, вы видите сейчас на видео. Это, пожалуй, самые знаковые и яркие мероприятия в жизни каждого линдик-хопера, которые ждут с нетерпением. Потому что здесь вы можете узнать много нового полезного от акций, прокачать свое мастерство и найти, конечно же, новых друзей. Это несколько дней танцевальных мастер-классов и вечеринок до упаду. Ретро-оттежда, которую стоит все-таки упомянуть, потому что линдик-хопер, прежде всего, это не просто набор физических упражнений, это стиль. Ретро-оттежда придает танцу романтик или шарм. Поэтому девушка в юбке с солнцеплежь и парит в течетой рубашке выглядит уже много эффектнее в танце. Но что классно, что этот расход является обязательным и строгим, вы можете прийти на вечеринку в джинсах или футболке, и никто вас за это не осудит. Если вдруг с танцеванием у вас не сложилось, что однажды, конечно, но вас манит ретро-культура, вы можете попробовать себя в качестве диджея или даже музыканта и сопровождать вечеринки с живой музыкой. Еще линди-хоп — это отличный способ путешествовать. Вы можете либо поехать в танцевальный лагерь, или же во время своих путешествий найти в интернете линди-хоп-тусовку или попросить вашего знакомого свести вас с местными танцорами, узнать даты ближайшего имента и отправиться танцевать. Так я уже побывала в Литве, больше Японии. В Литве все было довольно грустно, потому что я полтора часа просидела возле нас площадки, так и не решившись никого пригласить. Но, к счастью, в Варшаве. У меня уже был контакт одного из поляков, и я чувствовала себя более уверенно. Кстати, вот на видео это я танцую с ним, причем это была случайная встреча во время одного из их визитов в Варшаву. Как раз в этот момент они с ребятами популяризировали линди-хоп на одной из ярморок Варшавы, я не могла меньше упустить эту возможность поимпровизировать вместе с мольскими танцорами. Ну, а в Токио все вот окончалось вообще супер дорожно. Там было много людей из разных стран, все были очень любилюбные, открытые, и получился замечательный танцевальный вечер. Как станут? Класс. В линди-хопе будут несколько сольных сказок, которые известны по всему миру. Например, танец шимша. В любой точке мира на вечеринке кто-то может крикнуть шимша, и звучит известная всем мелодия, и все начинают танцевать. Часто это используется как разогрев на вечеринках. Если вдруг линди-хоп вам надоел, вы всегда можете попробовать другие стили с видами танцев. Например, соло-джаз, буги-буги, байко и блюз. Эти стили похожи, но все-таки имеют некоторые интересные различия и разное настроение. Также линди-хоп может стать даже астронативным источником доходов. Например, в этом году наша танцевальная школа была приглашена в качестве артистов на корпоратив одной из IT-компаний Днепра. Ретро-культура в Украине развита довольно хорошо, но, конечно же, нет предела совершенства. В каждом крупном городе существует школа сингловых танцев. Это в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Египет. С Киевским танцклаб – это самая крутая и крупная школа. Ей уже более 15 лет. Здесь преподают самые лучшие учителя в Украине и представлены несколько танцевальных направлений. Киевским танцклаб очень активный, реализовывает множество танцевальных ивентов на протяжении года, а самые крупные и известные из них – это танцевальные лаги в Синляндии, куда съезжаются танцоры и преподаватели со всего мира. За ретро-музыку в Украине отвечают две группы. Это группа «Руки в брюки», которая играет «Свинг», и «Вайс Вайс Рокобили». Это настоящие носители стиля, они всегда выглядят очень фирменно, играют отвадную музыку. «Вайс Вайс Кайз», кстати, много гастролируют по миру и довольно известны. Поэтому, если вы не дойдете до танцкласса, то я очень рекомендую вам посетить хотя бы концерт в этих групп, потому что музыкальный эксназ вам гарантирован. «Ретро-круиз» – это велопробег, который проходит в Киеве, велопробег из ретро-нарядов. Каждый желающий может поучаствовать в нем, и, конечно же, леди-хоперы не упускают возможность пощеголять детально продуманных ретро-нарядов на улицах столицы, а потом подпускать несколько зажигательных танцев на заключительные вечеринки. Если вы захотите переодеться винтажно, вы всегда можете это сделать в шоу-румах киевских ретро-нодниц, которые подберут вам что-нибудь эдакое по довольно доступной цене. И еще хотела бы рассказать о том, что лучшие танцевщицы Киевских датс-клуба в коллаборации с джазовыми музыкантами Киева организовали феерическое шоу «Эпоха джаза». Шоу погружает зрителя в атмосферу 20-30-х годов, и, поверьте мне, вы почувствуете себя сидящим в «Сбегите» Нью-Йорке прошлого столетия, когда вы будете смотреть это шоу. Ребята, большие молодцы. Очень хочется от них влезть, даже не ободобно. Потому что сигнал «Эпоха» И классно то, что небо тоже не отстает, и у нас проходит каждый год выставка ретро-машин, организованная в музее «Машины времени». Наша танцевальная школа была отважно приглашена на мероприятие, там мы давали мастер-класс, популяризировали «Линди-хоп» в Днепре, и немножко потратовали и выступили. Ну, надеюсь, что я смогла как-то наинтересовать вас ретро-культурой, надеюсь на пополнение рядов днепропетровских «Линди-хоперов», ну и до встречи! Спасибо всем большое! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Расскажи о том, насколько тяжело научиться танцевать, и сколько требует времени, а также, в этом я хотел бы говорить больше о звукальных стилях, под которых танцевают «Линди-хоп», и есть ли какие-то современные нововведения в этом танцевании? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По поводу того, как научиться в сложной мере, базу поймать достаточно просто. Здесь главное чувствовать музыку и кайфовать для меня. Вот даже на последнем мастер-классе от энтузиаста, который возгордал Линди Хоп, мы в advanced уровне разбирали не сложные фигуры, а просто основное, как чувствовать музыку, как качаться в музыку и просто пробивать воду. Поэтому научиться довольно просто, но, конечно, обладать бывшим килонатажем займет какое-то время. Вот, для девочек еще есть такой момент, например, как была со мной, почувствовать партнера и научиться обвестить. Потому что в этом танце ведет партнер, и фактически девочке на самом деле просто, если ей не мешает какой-нибудь ее блог, который не дает ей расслабить, это будет направлять себя в танцы. Вот, но мальчику надо знать, что делать с девочкой. Еще такой вопрос про музыку, да? Музыка – это свинг, джаз, рокобили тоже подходят, но есть разные темпы музыки, и партнеры сложнее это вызывать, то есть нужно быть более опытным, чтобы успевать. Вот, есть еще Олег, красивый, но под него даже немножко сладко, но в целом, да, рейтро, поэтому он успеет. Спасибо. Ваша Африк сказала, что этот танец находится в органы граунди. А расскажи, пожалуйста, о как бы сподвижниках, кто начинал это движение в Днепре, потому что как бы все смешат на фитхол, кто-то поставил, но он как бы не особо актуален для... Понятно. Спасибо. Если нам вас будет выявлено. Классный вопрос. Ну, сколько я знаю, изначально в Днепре танец был немного представлен в станцевальном клубе «Гармония», и оттуда появились первые любители этого танца, но позже ребята отделились. Например, вот, кстати, у нас тут присутствует тренер на 90-й школе, и вот, да, вот еще одна женщина, да, вот такое. Они все-таки решили отделиться от «Гармонии», потому что почувствовали, что там что-то не так, и немножко это не видимо, и организовали свою школу. То есть, в игре школа называется «Джеткэкс», мы ее представим, будьте здоровы, то есть это все на энтузиазме и желание танцевать учебовое видео и в мастер-классе, поездки. На пожалах. Добрый день, дякую. А, скажите, пожалуйста, что самое произошло в моем социале? Почему самое это? То есть, когда я так занималась, мы решили менять, я хочу сказать, что мне нравится в инди-копе, это то, что он, во-первых, это, во-первых, хороший настрой. То есть, ты тут расслабляешься, чувствуешь себя вольно, ты кайфуешь от музыки, это спілкувание, то есть, тут нет каких-то жестких рамок змаганий, каких-то нормативов. Тут больше идет про тебя, про твою твой кайф, про задоволение, про спілкувание и классное проведение часов. Но, естественно, ты можешь еще и расти профессионально в этом стиле, потому что это классно, потому что это классно, потому что это классно, потому что это классно, очень классно, приятно, мне понравится. Я видела в городе на стенах парфореты, где лоптовые. Ну да, это одни из наших начинающих, начинающих, начинателей, когда-то пометили город, нам было классно, приятно. Скажите, как завлечь партнера, который не хочет, это в ценах парфорта? Классный вопрос, пока я сама еще ходлюсь. Но, не знаю, надо, наверное, придумать какие-то бонусы. Если ты идешь на вечеринку, то будет тебе какой-то бонус. Не знаю, рассказать, что это классно, весело, круто. Например, для меня там свящий парни это секси. Я считаю, что это очень придается... ...больше романтично. Это довольно мужественно, на самом деле. Это очень мужественно и круто, и весело. У вас всегда есть какая-то изюминка. И очень приятно, когда парень умеет повезти в танцы. Это радует. Ну, смотри, отлично, знаю, на самом деле это довольно флот. Спасибо. Спасибо.